Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Не будем забывать, не сами борцы назначают себе матчи. Иногда это только видимость такая создается. Но он не возражал, особо говоря. Дорогие друзья! Дорогие друзья! Но здесь их все шансы уравнены. Да в какой-то степени, мне кажется, Малкину вообще подфартило в том, что он получил фактически право боя за чемпионский пояс. Он чисто задавил логикой. И наконец, четвертый участник этого матча! Чемпион независимой федерации рестлинга! Валерий Гладиатор! Валерий Гладиатор! А вот и наш чемпион! Гладиатор Валерий Гладиатор! Валерий Гладиатор! Трехкратный чемпион независимой федерации рестлинга! Да, в результате лихо спланированного матча он смог таки разозлить Антона Дерябина. И в результате выиграл у него. Хотя выиграл, то он... Трехкратный чемпион. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И гладиатор молится перед матчем одному ему ведомому, ведомым богам рестлинга. Публика поддерживает нового чемпиона. И вот гонка, это значит с этой минуты все что угодно может случиться в этом массовом матче. Вот так вот супергик Малкину сразу же на первой секунде матча. На первой секунде первая жертва и ей себе избрал гладиатор Малкина. Локомотив сейчас вместе с гладиатором набрасываются на Антона Дерябина. Знаете почему они это делают? Потому что выключить самого мощного из матча в первую очередь. Но не так ты его выключишь, он разрывает сцепленные руки направленных на него от гладиатора и локомотива. И сам обоих сшибает мощным клоузлайном. А теперь хочет обоих отправить через себя суплексом. Но вместо этого локомотив и гладиатор проводят сами суплекс народному чемпиону. Ну вот, почти то, что и хотели локомотив и гладиатор. Сейчас они дерутся друг против друга один на один. Но эту идиллию нарушает Илья Малкин, который с анги стаскивает локомотива с ринга. Попытка в Фромрома была, но гладиатор решил вообще малой кровью разобраться с Малкином. Да нет, да вообще в этом матче, конечно, надо хватать удачу побыстрее. Ай-яй-яй-яй, рано, слишком рано. Сделал друг друга. Ой, посмотрите какой сейчас удар по затылку от Ильи Малкина. А я, кстати, напомню, чтобы победить в этом матче и стать чемпионом, не обязательно удержать чемпиона. Нужно удержать любого участника этого матча. Ну, Антону абсолютно все равно, кто перед ним. Он готов пройти не только сквозь гладиатора, но и сквозь Малкина и локомотива для того, чтобы отобрать обратно пояс чемпиона, которым он владел так долго. Вот посмотрите, как сейчас непредсказуемо просто хаотично раздавали клоузлайны друг другу борцы. Знаете, у гладиатора и локомотива получается командная работа. Дроп-кик. Да, вот сейчас действительно. Какой добавляет локомотив. Сейчас действительно они действовали как команда. Приманил почему-то к себе сейчас локомотив и гладиатор повелся на это, в результате чего оказался за рингом. Ой, попытка супер лэгдропа, но Антона уже там и след простыл. Не удалось сейчас Малкину свернуть Антону Дерябину. Вот это да, какой мощный. Это такая бомба в приседе. 125 килограммов Антона Дерябину. Скорость не снижается в процессе матча. И посмотрите, как красиво бьет Малкин ногой с отскоком от угла ринга. Ну, практически бьютифул дизастер и рентген. Рентген получает гладиатор. Малкин только что, чуть не стал чемпионом. Да, вот если бы не Дерябин. По-моему, Малкин не был чемпионскому поясу так близко еще никогда в своей карьере. Да, единственный раз, когда он имел право боя за чемпионский пояс, было у него, когда он выиграл в 2011 году президент. Вы видели, как сейчас отскочила голова Антона Дерябина после этой локобомбы? Black Hole Slam получает от локомотива гладиатор. Локомотива сейчас просто... Прилив энергии. Да, прилив энергии. Анна Каренина номер раз. Велосипедный удар. Срубает он гладиатора. Посмотрите, Антон блокирует. Да, вторая Анна Каренина не получается у локомотива. И... О, катапульту получает локомотив. И посмотрите, Антон заводит его на сваю. И локомотив получает сваю. Ничего не смог с этим поделать. В самый последний момент Илья Малкин прерывает это удержание. Да, после таких свай обычно сразу не встают. Попытка рентгена теперь уже Антону Дерябину. Заканчивается ничем. Антон гордо стоит один посередине ринга. Вот он, 125-килограммовый сплэш, но удержание прерывает гладиатор. Да, тут, пожалуй, каждому нужно следить больше за тем, чтобы прервать чужие удержания. И карусель удачи. Коронный прием Антона Дерябина смог он провести. Так, а это что такое? А, это... Это пандерлоги. Да. А это, друзья, Максима Кремнёва. Который будет драться с победителем этого матча 9-го февраля. На чемпионате опасного зубового совета. Абсолютно несправедливо. И даже... Да, здесь нет дисквалификаций, но... Как так можно лишить Антона его законных шансов? Диди... Мощный Диди Ти от Малкина и... Тибон Суплекс Локомотива от Малкина. На этом чемпионате угол. Это просто излюбленное место многих рестлеров, куда они зашвыривают своих противников. А вот и сам Максим Кремнёв попытка рентгена! Но вместо этого Кремнёв суперкик проводит Малкину. Да, Кремнёв благоразумно отказался от участия в этом матче, чтобы попробовать свои шансы 1 на 1 в следующем месяце. Но он не остался в стороне, несмотря на это. Я не знаю, зачем он сейчас это делает. Нападает сначала на Антона, потом на Малкина. И вот матч уже сузился до формата 1 на 1. И вот он как раз теперь уже практически полноценный обещанный Локомотиву бой за пояс. Ни Антона Дерябина, ни Льи Малкина в зале нет. Только 1 на 1 Локомотив и Гладиатор. Удары, сила ударов возрастает и возрастает. От последнего Гладиатора уже отбросил прямо к канатам. Фром-ром! Нет, нет, нет! Упирается Локомотив. Не даёт возможность Гладиатору провести свой коронный приём. А сам, в свою очередь, Локомотив пытается провести Локобобу. Но всё-таки не сопротивляется Гладиатор из последних сил. А вот теперь можно попробовать ещё раз. Но посмотрите, как быстро блокирует Локомотив и заводит Гладиатора на болевой. Закват крест. Локомотив сейчас очень близок к тому, чтобы стать чемпионом, чтобы победить Гладиатора. Ещё секунды и Локомотив станет новым чемпионом. Гладиатор уже на грани. И! Так, что происходит? Какая-то х**ня происходит! Я так понимаю, это музыка Владимира Кулакова. Да, но самого Кулакова в зале нет, а отвлекшийся локомотив был жесточайшим образом свернут Гладиатором. Таким образом Гладиатор отстаивает свой чемпионский пояс. Локомотив. Борец с таким опытом. Я хочу ему сказать, зачем же ты засматриваешься на то, что происходит на экране. Надо смотреть на то, что происходит на ринге. На ринге все самое важное. Я понимаю, что у локомотива еще не окончены счеты с Кулаковым, но тем не менее. Сейчас борьба за чемпионский пояс, я думаю, это главное, и не стоило отвлекаться. Вообще, что за безобразие? Как мог Кулаков подкупить технический персонал, чтобы всунуть свой ролик прямо в кульминационный момент матча за чемпионский пояс? Ну, а Гладиатор празднует победу. Локомотив, наверное, я не знаю. У него возникло такое ощущение, что он вот-вот расплатился от досады, что он купился на этом. Вы видите повторы самых опасных и убийственных моментов этого матча.